доброе утро вам друзья я иду так а нас вертолеты тут какие-то летают в общем опаздывают на работу потому что какой-то грузовик разграгатился встал в плохом месте и мы не могли проехать никто вернее какие там это ну в общем я не стала рисковать я сказала муж этом не проеду чтобы он сваливал с этого места где он примастился припарковался и вот мы минут 15 стояли ждали пока этот грузовик уедет они тоже заедут а потом боятся выезжать отсюда и не туда и не сюда и стал разрогатился и жди его потом ему тут тоже было страшно ехать я говорю ехай ехай тут розовики проезжают все побежала я я уже дома ко мне сегодня родственница пришла на работу в общем на работе я такая себе думаю сегодня вторник после праздников спокойный день усики надо удалить себе у тараканы трусики у оксаны усики вот их надо было удалить хоть и мы ходим в масках никто их все равно не видит но знаете для себя да у меня кстати не такие что прям накрывали губы но у нас у женщин почти у каждой 2 такие есть так в общем дело не в этом дело в том что себе гляжу все уже доделала гляжу ко мне родственница приходит ну который меня стрижет оксан сделай мне милирование давай сделаю тебе милирование ну и что там я пока я делаю смотри я себе сзади вон видишь обстригла варю вот верху бы тоже надо немножечко она ну пока я здесь давай чуть я сантиметр то отрежу ну короче на мне видите еще раз подстригла мне прям очень нравится вот сижу думаю в какой покраситься белый что-то мне надоел может быть знаете розовый сделаю но не сегодня там а когда-нибудь ну на днях вот так что видите все таки люблю я короткие стрижки что не говорить там у нее тоже волос такой не особенно хорошим тонкие ломкие сухой в общем она говорит как возьму кромсаюсь как ты и буду ходить я говорю ну а чё попробуй почему бы и нет что-то грязная камера что-ли не пойму оказывается грязная была вы знаете на улице тепло но я сегодня в кофте была уже в кофте с утра ну какой-то вот ветер такой забывает прохладный и очень неуютно когда ветер такой обдувает неуютно я сейчас пойду наверное машинку поставлю стирать там уже набралось и буду разогревать себе супчик супчик и что там еще рыбку даем вчера рыбку как ну как жарила не жарила готовила скажем так без масла без всего там еще осталось сейчас надо ее доесть в общем вот так вот смотрите видите там женщина ходит кричит так у нас картошку продают где-нибудь там где-нибудь за углом стоит грузовичок и вот они ходят вот так продают картошку обычно это цыгане этим занимаются не начал помосла папас папас это картошка потата вообще потата картошку по-испански но если вы ушли услышите папас тут уже эта картошка вот так вообще очень много разных слов которые как это сказать так имеет другое значение или то же самое значение но картошка папас тоже картошка но это наверное это не более как бы не знаю разговорный язык вот как-то так прохладненько ветерок такой свежий посушился морал насос смотрите сколько там жидкости видите я сейчас его промою пахнет как нереально вкусно и в пакетика сложу и отправлю в заморозку кстати если вы уверены в рыбе то не обязательно класть заморозку просто нужно выждать в холодильнике еще сутки но не в соли вот так промыли и просто вот в пленку обернули и сутки она должна лежать в холодильнике и потом нужно уже будет ее кушать вот а я сейчас буду чашку у меня будет полдник я достала сырок из морозилки будет у меня такой кофе с сырком вот и пойду потом чарли гулять наверное сегодня возьму олимпийку какую-нибудь что-то не я сегодня мерзну что-то я сегодня мерзну не знаю почему чарли хотел пометить вот этот куст но куст ему не поддался и уколол его прямо вот чарли кита опасал конь то вот так вот он больше не хочет смотреть на этот куст и и говорит что метить его не будет все шатается у меня в общем вы поняли да где мы вы знаете удивительно невероятно но в городе прохладно а вот подходишь когда к морю тут теплее там столько судов много рыболовных походу сюда там выкапывает чё ты там копаешь рыбаки ну все мы сейчас понюхаем во море и пойдем обратно сегодня никаких собак нет уже даже знаете иногда страшно идти сюда потому что какие-то собаки бегают непонятные и так как никого нету то как бы жим-жим водичка море такой синие-синие-синие не пахнет чарли немного боится море я не трус но я боюсь а вот порт начинается здесь вот грузовой вот туда вы заходят грузовые такие большие суда от туристические где-то там подальше туристические упс вам уз назад назад я сегодня когда вешала белье так классно стало на крыше что я знаю что сделала разложила себе свой лежак чарли там все таки хочет этот куст пометить отомстить ему вот у меня что лежак лежи есть с подушкой со всеми делами я разложила его и полчаса как по загорала задрала свои штаны домашние сняла майку и лежала кайфовала потом чарли ко мне пришел ему конечно жарко стало правда потом и чу это я ушла не потому что там что-то жарко еще что-то задолбали мухи они сейчас такие злые хотя здесь питайся целый круглый год никакой зимы нету снега нету нет живот они чего-то куда-то спешат куда-то им надо вот меня покусать не посидеть на мне и вот знаете какая ее прогоняешь она опять садится помню вот у нас деревне осенью когда бабье лето начиналось вот они такие же эти мухи заядливые были еще я помню знаете что когда бабье лето начиналось и вот бывали дни когда паутина летала много-много-много паутины вот и типа говорили что это еще к большему теплу много столько паутины идешь прямо на тебя летит эта паутина здесь я такого ни разу не встречала ну бывает там летит какая-нибудь паутинка но чтобы как там там тамбовской области такого не помню вот вообще я любила осень такое уже знаете когда с огорода все уже собрали и делать ни хрена не надо ничего мы у нас же огороды эти целое лето и потом осенью собираешь этот урожай а потом и вот зима прям кайфовала ничего делать не надо никакие огороды не полоть не сажать поэтому я вот если говорю люди которые вам не нравится земля я говорю это наверное те эти люди никогда не сажали картошки когда вот станешь на одном конце второго конца вообще даже не видно когда она эта картошка заканчивается если бы они поимели такие огороды то сто процентов они бы не любили ковыряться в земле потому что сажать цветочки и еще там это одно а вот именно для того чтобы прокормить себя или даже на продажу как вот мы картошку сажали вообще в россии тамбовская картошка ценится вот и мы ее столько сажали потом даже на арбузы меняли продавали лук продавали ужас ну не ужас конечно какой-то тоже заработок был вот но горбатиться на ней надо ого-го с утра и до вечера то поливай то поле я лук полоть надо руками кверх как а вот блин житуха была у наших как говорится бабушек дедушек да и сейчас я многих ютубе смотрю тоже многие огороды держат ты конечно труд такой вообще в деревне жить это вообще мне кажется так трудно физическом плане вообще это прям вставать и от этих коров кормить поросят надо кормить по часам никакой к тебе болезни не волнует что ты там болеешь или еще что-то там у тебя встал и пошел кормить ты не нарком лишь никто не на корме как-то так вот такие у меня тоже есть воспоминания вот мухи пристали деревенские но сейчас конечно это все вспоминается с приятной улыбкой но мы еще и дети были нас-то сильно все равно мы не так работали как бабушка с дедушкой так что включая пятую скорость и домой кушает мой мальчик такой сладкий кушает он сейчас у меня кушает только сухой корм потому что я же типа это супчик разный вот этот вот свой измененный кушаю и в общем там от меня ему ничего не достается кстати суп у меня осталось только на завтра больше варить я не буду поэтому хватит для эти бой цель достигнута вот и теперь будем возвращаться как я уже говорила к обычному нормальному питанию ну ппш мы будем так скажем стараться вот я тут замачиваю вот такой вот у меня есть видите здесь ну даже наш горох я здесь покупала смесь такая фасолька там вот есть маш а нет ну то нет есть маш вот хоть это знаете на упаковке написано не требуется за это замачивание но требуется том что я один раз начала варить и блин три часа варила варила и не доварила все равно в общем супчик такой сварю завтра ну это уже будет на послезавтра по-моему еще этот есть овес овес я так понимаю в общем ой зеленый горох смотрите и зеленый горох и не зеленый в общем всего да всего есть такая смесь прикольная классная а себе я сейчас вот тут заварила чаек ложечку меда положила для ну для иммунитета так скажем вот и сейчас будет у меня такой ужин нет я кусочек дыньки съела поэтому ужин у меня была дыня а чай ну чай утром чай в обед чайок вечером чаище как-то так куда ж пить чая ебискус этот вот ебискус короче он кислый и во всех чаях почему-то во всех вот таких вот каких ну травяных везде его добавляют ебискус я как-то не очень люблю но надо мне его столько много этого чая с этим и вискусом ладно пошла я чай пить это собака вот он так может часами так вот в себе лапы вылизывать как кошка но мне это бесит потому что вот этого чваку не я не люблю когда чвакают вообще не люблю вот прям когда за столом кто-то сидит и чвакает прям меня прям выбешивает и вот чарли как начнет вот это вот чакать нужно нужно он уже знает что я его сейчас ругать начну и узнаете когда я ему так чарли и он так давай быстро еще быстрее типа как это я такая ему говорит перед смертью не надышишься такой смешной вот и сейчас сидит наяривает думать что я не вижу да а я все вижу надо ему глаза помыть потому что когда мы ходим по полям по этим там от от ветра от всего набивается ему глаза лизун такая лежит себе наяривает лапы да да это тоже почти смонтировал влог и вот включилась с вами попрощаться пойду сейчас уже красоту смывать что-то мне так сон клонит но еще рано как бы для сна но вы знаете мы с каждым разом все раньше раньше ложимся спать сейчас уже в 11 да ну ложиться спать и уснуть и уснуть это не одно и то же потому что у вас что фантазии нет это я так вы не видели такого в одноклассника лиха еще где горит типа не понимаю людей которые ложатся сразу засыпают у них что фантазии нет такая обо всем думаю о чем надо чем не надо такой лопа такой лопа с мамочкой сидит до так бы он на коленке уже залез просто коленки заняты компьютером ноутбуком от развалился пришлось ему рядышком место занять счастье моё ну чё скажи всем пока пока ой смотрите он еще мне и злой 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 покажи какой ты злой ну да он со мной не очень злой потому что знает что я буду ругаться не даю ему показывать свой характер а он меня очень характерный знаете как у меня он не добрый сам ну как не совсем да он добрый но с характерный он показывает свой характер вот поэтому надо его иногда приструнять чтобы не сильно был видите какой злой видите какой злой сама довожу его потом мы ладно все вам самого наилучшего и всем пока пока я нам когда и и да им г но и и